всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и в этом видео мы поговорим о велосипедных фонарях начнем с того что велосипедные фонари это не элемент тюнинга а в первую очередь элемент безопасности благодаря им вы можете обозначить свое присутствие на дороге а также эту самую дорогу освещать вы можете даже не ездить по дорогам общего пользования не выезжать на проезжую часть а просто кататься вечером по парку ехать по дорожке или по тропинке и выбегающий за своей собакой человек вас не заметит ну и вы как результат оба плохо проведете время ну и для того чтобы избежать подобных ситуаций достаточно иметь на своем велосипеде хотя бы самые простые осветительные приборы и как же их выбрать на что стоит обратить внимание мы сейчас рассмотрим поподробнее первое чем будут отличаться велосипедные фонари это местом его расположения на велосипеде соответственно фонари бывают передние и бывают фонари задние и во всех этих фонарях есть режим мигания небольшой факт многие велосипедисты пренебрегают покупкой велосипедных фонарей так как ко многим велосипедом в комплекте идут катафоты но могу вам сказать как автомобилист когда вы едете на велосипеде в темное время суток с катафотами вас практически не видно наше с вами восприятие устроено таким образом что в первую очередь мы обращаем внимание на раздражающие факторы и одним из таких факторов является моргающий свет именно для этого во всех велофонарях сделан режим мигания то же время на постоянно горячем фонаре внимание сосредотачивается гораздо меньше итак начнем с задних фонарей по правилам дорожного движения они должны быть все красного цвета отличаться между собой они будут по типу питания это может быть как батарейка так и встроенный аккумулятор который может зарядить от юсби также они будут отличаться по типу крепления и конечно же основное отличие это их яркость и угол освещения ну и также они будут отличаться по количеству режимов хороших фонарях таких режимов может быть довольно много но в любом случае во всех задних велофонарях есть режим постоянного горения и режим мигания задний велофонарь вы можете приобрести как отдельно так и в комплекте с передним велофонарем о которых мы сейчас поговорим все передние велофонари глобально можно разделить на габаритные и осветительные смысл передних габаритных огней в том чтобы обозначить ваше присутствие на дороге и они бывают либо белого либо желтого цвета ну и осветительные фонари служат для того чтобы освещать дорогу передние габаритные огни будут отличаться между собой так же как и задние по типу питания тип укрепления яркости углу обзора и количеству режимов а вот с осветительными фонарями уже интереснее осветительные велофонари будут отличаться прежде всего своей яркостью и шириной светового потока зачем же нужна яркость фонаря собственно все просто чем ярче фонарь тем дальше он светит и тем быстрее вы можете ехать у недорогих простых моделей световой пучок может быть либо слишком размазан либо наоборот слишком сильно сфокусирован и из-за этого видимость будет достаточно ограничен и напротив хорошие модели велосипедных фонарей будут являться практически фарами которые имеют больше световой охват и вы будете лучше видеть дорогу впереди себя и сможете двигаться быстрее яркость велосипедных фонарей обозначается в люминах и чем больше эта цифра тем ярче будет светить ваш фонарь здесь например у нас есть три вида фонарей 100 250 и 450 люмен понятно что 450 будет самый яркий и светить будет дальше всех ну и конечно же во всех таких фонарях есть режим стробоскопа который вас сделает более заметным на дороге в дневное время суток эти велофонари будут отличаться по типу крепления на велосипед и типу питания это могут быть как батарейки так и встроенный аккумулятор который будет также отличаться своей емкостью продолжительность работы фонаря будет зависеть от емкости аккумулятора а также от того режима в котором вы его используете в режиме стробоскопа фонарь будет работать несколько дольше чем в режиме постоянного свечения и это утверждение справедливо для всех велосипедных фонарей как передних так и задних в конце хотелось бы еще сказать что велосипедные фонари бывают со встроенным звуковым сигналом также они бывают различной формы и дизайна например бывают аэродинамические фонари также фонари бывают совмещенные с различными аксессуарами например фонари с пауэрбанка как вы понимаете ассортимент велосипедных фонарей достаточно большой и здесь вы уже сможете подобрать то что вам подходит по цвету дизайну и бюджету именно к вашему велосипеду вот пожалуй все основные моменты касаемые выбора велосипедных фонарей я вам обозначил однако если у вас остались какие-то вопросы вы всегда можете их написать нам в комментариях обратиться к нам магазин и конечно же не забывайте подписываться наш канал ставить нам лайки а с вами был магазин горной вершины меня зовут андрей всем пока